Есть ли вообще хоть какой-то смысл что-то планировать и загадывать на будущее? Жизнь, она и есть жизнь, вопреки очень многому чему. Вот эта вот миссия делать не для себя, а для других, она очень поднимает. Он едет на велосипеде и учит английский. Он лежит в ванне и слушает аудиокнигу. Ну, ребята сразу наши начали фантазировать, что он делает, когда занимается любовью одновременно. Вашему папе почти 100 лет. Есть ли у него мечты? И вдруг осознала, что совершенно разучилась мечтать. Можно ли этому научиться заново в 56 лет? Ну что же, здравствуйте! С вами Нина Зверева. И сегодня хорошие вопросы про мечты и про цели. И про то, и про другое. То, что ведет нас вперед, то, что мы обдумываем или не обдумываем, то, с чем мы рождаемся или к чему приходим. Вот об этом поговорим, об этом пути и дороге, которые мы сами себе выстраиваем. У меня подобраны вопросы из YouTube и Instagram на эту тему. Ну, хорошие ваши вопросы. Вас за них благодарю. Сейчас в мире творится что-то ужасное. Каждый день плохие новости и так много смертей. Есть ощущение, что от тебя вообще ничего не зависит. Как вы считаете, есть ли вообще хоть какой-то смысл что-то планировать и загадывать на будущее? Ну, как говорит один мой молодой друг, жизнь – это боль. И любая жизнь – это смерть. Есть всякие веселые такие черно-юморные на эту тему высказывания, вы их знаете, да? Что такое жизнь – это путь к смерти там и так далее. Есть только миг между прошлым и будущим. Я думаю, что сейчас действительно трудная пора, очень трудная для людей, у которых не выдерживает нервная система, для людей такой тонкой душевной организации. Потому что мы ждали первую волну ковида, вторую волну. Нам казалось, что мы все уже сделали для того, чтобы нас, наконец, выпустили из этой ковидной тюрьмы и дали нам жить, как мы привыкли. А мы же привыкли, и нам наша жизнь нравилась. И она тоже не была легкой, но она нам нравилась. Но не было такого отстрела, как в этом страшном фильме, в первой серии этого «Игра в кальмары». Потому что ковид – он вот так же стреляет. Совершенно неожиданно. И по-молодым, и по-старым. И пока до сих пор не очень понятно, кого он выбирает и как. Смерть рядом. И у меня тоже рядом совсем, среди близких моих друзей. Смерть рядом. И нельзя сказать, что я бы на это не реагирую. У меня тоже бывает подавленное состояние. И когда открываешь утром телефон, а там опять статистика, и опять рекордсмены России по числу и заболевших, и умерших, то, конечно, это очень действует на нас. Но, как там в Библии говорится, уныние – это смертный грех. И жизнь, она и есть жизнь вопреки. Очень многому чему. Пока мы шевелимся, пока мы, как эта лягушка лапками в этой знаменитой байке, взбиваем это молоко, оно становится маслом, мы вылезаем из этой пропасти. Вот надо лапками. Иногда вот у меня очень болят плечи, руки. И кажется, что ну всё, ну что такое? Ну этот врач, тот врач, это лекарство, то лекарство. Но я точно знаю, что если я не буду лениться, а возьму эти ненавистные гантельки, и позанимаюсь немножко, просто-просто позанимаюсь, разогрею мышцы, суставы, то мне будет лучше. И только моя лень и ссылки на всякую занятость, и на возраст уже, да, они это так просто. Самоуход от решения, которое есть. Потому что надо заниматься, надо разрабатывать, надо заниматься, надо разрабатывать, говорит каждый врач. Вот и нам надо разрабатывать, несмотря на то, что не хочется, тяжело, плохо, надо жить. Не хватает ещё вот социального этого общения очень. Вот этих объятий с друзьями, вот этих посиделых за столом больших, и общения оффлайн, его очень не хватает. И поэтому я советовала бы, конечно, с теми близкими, с кем вы вместе проводите эту изоляцию, вот наладить какие-то очень душевные, очень эмоциональные отношения. Чаще говорить друг другу добрые слова, и что-то делать для других. Вот эта вот миссия делать не для себя, а для других, она очень поднимает и даёт те эмоции, которых не хватает. Других, в принципе, нету советов никаких. Второй вопрос. Ужасно бесят достигаторы, которые ставят чёткие и конкретные цели, а потом так же чётко и конкретно к ним идут, как роботы. Разве эта жизнь уверена, что чем больше конкретных целей ставишь, тем больше возможностей упускаешь в жизни? Что вы думаете по этому поводу? Чем больше целей ставишь, тем больше возможностей упускаешь, не согласна. А идти только по тем вешкам, которые как в болоте, знаете, только с этой кочки на эту кочку и никуда иначе, да, меня-то уже это как-то напрягает. Такие люди есть. Как-то раз мы всей семьёй смеялись над одной статьёй в каком-то таком журнале, но не в Forbes, но в каком-то деловом журнале. Парень очень гордился собой, что он ни секунды не теряет зря. Он едет на велосипеде и учит английский. Он лежит в ванне и слушает аудиокнигу. А по дороге на работу, я не помню, что он делает, но тоже что-то очень важное. И на работе он не теряет зря ничего даже. Когда он ест, он тоже чего-то делает. Ну и моя дочь Катя просто поинтересовалась в интернете, посмотрела, чего он достиг, этот достигатор. Ну как-то там не впечатлило нас совсем. А жизнь у него выглядит как просто какой-то кошмар. Ну ребята сразу наши начали фантазировать, что он делает, когда занимается любовью одновременно. Много было всяких идей. То есть, конечно, вот эту человеческую нашу бурную, очень многосоставную, очень много наполненную жизнь разложить по шаг левый, шаг правый, шаг левый, шаг правый не получается. Но однажды у меня брала интервью, известный журналист, не буду называть фамилию, там же все по-разному относятся, к нам, журналистам. Поэтому не хочу, чтобы вы там эмоционально уходили куда-нибудь в восторг или наоборот в негодование. Просто вот известный всем журналист. И мы после этого интервью довольно долго разговаривали. И меня тоже она спросила, как я планирую вот свою жизнь, насколько далеко и насколько жестко. И я сказала, что я планирую, и безусловно, и смотрю вперед, иначе мой бизнес провалится. Бизнесмен всегда, человек, а я занимаюсь бизнесом, 40 лет, школа, это бизнес, очень трудный бизнес, бизнес в образовании. Я всегда знаю, куда я иду, и чего я хочу. И что я хочу через 5 лет, через 10 лет, я об этом думаю, и я туда иду. То есть стратегические вопросы меня интересуют гораздо больше, чем вопросы сегодняшней, какой-то текучки. Именно куда. И в этом смысле мне интересно, что остальные делают там на той полянке, где я есть. Меня, я ставлю цели, и я достигаю или не достигаю. Я очень спокойно отношусь к недостижению цели. Знаете, вот личные какие-то цели мне обиднее бывает, когда срывается и не получается, чем такая какая-то рабочая цель. У меня была цель сделать общесемейную фотосессию. Вы можете себе представить, Америка, Голландия, Россия. Все разные, у всех свои планы. Отпуска у всех в разное время. И у меня есть фотографии, где нету, например, зятя Пранаба. Это муж старшей дочери. Или есть фотографии, которую снимал Тима. Значит, нету зятя мужика. И так далее. То есть вот обязательно кого-то нету. Пиоли нету, Наташи нету, Пети нету, Зои нету. Мне хотелось, чтобы были все. Я нашла прекрасный повод, который сама жизнь подбросил это 70 лет моему мужу. И я, наверное, редко так вот говорила детям. Жестко. Что 26 июля. Какого это, получается, года? Ну, в общем, 49-го года, значит, соответственно, это было два года назад. 2019 года мы собираемся все в Филино. Все. Пускай хотя бы на три дня. Ну, обязательно все. И все поменяли все отпуска, и накупили все эти билеты, и все доедино приехали. Дальше я позвала фотографа, которому я доверяю. Позвала визажистов к нам туда, в Филино. Все это было. Единственное, с кем я не могла договориться, это с погодой. Но мне, вот я везуча в этом смысле. Так же было и с фестивалями в Болдина, когда я их проводила. Потому что вот на эти два часа, что мы фотографировали среди наших полянок, было солнце. А до этого и после этого был дождь. Вот когда был дождь, я подумала, ну вот я все сделала. Дождь. Ну, не в доме. Хотелось именно вот на поляне на Филинске. Вот это была цель. Я к ней, наверное, лет пять шла. Я прямо вот старалась всех собрать, но ничего не получалось. Когда наконец получилось, вот я выдохнула. У меня есть эти фотографии, я на них любуюсь, и я счастлива. Я их показываю на всех своих тренингах. Не могу сама наглядеться. Почему-то считаю, что всем это тоже должно быть интересно. Хотя не факт, конечно. Не факт. Вот. Поэтому я понимаю, что у вас это может раздражать, но вот этот журналист, женщина, она мне сказала, что... Почему она спросила? Ставлю я цели, и как отношусь, когда они не получаются? Она сказала, что у них есть мальчик в классе был, который всех поразил тем, что он точно говорил, кем он будет, и что у него будет. И он всего этого достиг. И когда они все-таки спросили, за счет чего, то мальчик сказал, что он делил слона частями. Он видел слона целиком, что он хочет. Ну, значит, сейчас вот эта ступень, эта ступень, эта ступень. И он очень твердо шел. Но он все время видел еще и в образе. Вот он видел в образе девушку, на которой он должен жениться. Он нашел точно такое. И женился. И все это оказалось правильно. Дальше, значит, профессия. И опять правильно. И вот это, вот это, вот это. И он такой, как сказала моя приятельница, такой вот миллионерский миллионер, хотя в школе никто на него не ставил. Может быть, это его так вот и подвигло. То есть есть люди, которые ставят цели, жестко по ним идут и достигают. Роботы они или люди? Ну, решайте сами. Я думаю, что они раздражают, потому что, может быть, у вас с этим проблема, именно с постановкой цели и достижения ее. Об этом полезно подумать. И успею спросить, через три года, через пять лет. Или вот то, что ты сейчас делаешь, это зачем? Вот книги, вот они зачем? Они денег не приносят. И уносят огромное количество времени и сил. Вот они зачем? Я точно знаю, зачем. Я гораздо лучше преподаю, потому что я пишу книги. И уже книги, когда я их читала так много, они стали уже частью моего бренда. И я знаю, что сейчас среди тех, кто меня слушает и смотрит, есть люди, которые читают мои книги. Вашему папе почти сто лет. Нам доста еще три года. Вот ему 97. И мы очень стараемся, чтобы было сто. И он это знает, что это мое, в общем-то, сто и дальше. Мы это... Я, прежде всего, доктор Катя Папин, потрясающий доктор у нас. Есть ли у него мечты? Если да, то какие? У папы всегда мечты были не про него. У папы есть такая теория, которая мне очень нравится, что миссия человека на земле – это доставлять радость. Вот они с мамой так дружно жили, потому что они все время доставляли радость друг другу. И они знали, как доставить радость. Когда мама уже не уходила из дома, папа мне писал письма, чтобы я купила новую обновочку ей и привезла из Москвы и вручила. Потому что это для нее радость. Пускай даже новая ночная рубашка или халатик, но радость. И она доставляла ему огромное количество. Готовила то, что он любит. И, в общем, это все время было. Взаимная радость. И он сейчас старается все время доставить радость мне. Я для него сейчас вот такой объект, которым он хочет доставить радость. А я ему. Мне легко это, я знаю. Он не дает сиделкам себя стричь. Это только Ниночка должна. Это у нас целый обряд. Он разучивает каждый раз и начинает играть в Аль Шопена, который я очень люблю в его исполнении. А я приношу конфеты, которые он любит. Я делаю котлетки, которые он любит, мои домашние. То есть мы доставляем другу радость. Мечты. Он очень тяжело говорит о маме. И, конечно, мечта у него была жить вместе до последнего мгновения, до последнего вздоха. Но у него есть амбициозные мечты. Вот свой день рождения – это всегда новая статья, это новый семинар в институте. И там человек 40-50 собирается научных работников, которые слушают его семинар. Поэтому он ставит перед собой цель и достигает её. Ему недавно опубликовали в акустическом журнале статью, и рецензент прислал критический отзыв. Так папа не успокоился, пока он не доказал этому рецензенту, что тот был неправ, и пока эту новую версию уже с диалогом с рецензентом не опубликовали ещё в одной версии журнала. Вот тогда он успокоился. То есть у него тут очень жёстко, что касается профессиональной его жизни. Но вообще-то, вы знаете, я спрошу. Мне интересно стало. Мне 56 лет. Недавно поняла, что уже давно иду к чужим целям, исполняю чужие мечты. Да, это цели близких и родных мне людей. И я очень рада, когда у них сбывается и получается. Но вот решила, что пора о себе подумать. И вдруг осознала, что совершенно разучилась мечтать. Можно ли этому научиться заново в 56 лет? Ну, наверное, вы знаете мою любимую фразу «Лет нет». Мы забудем. Конечно, есть какие-то изменения в организме, в здоровье, когда мы взрослеем. Но это никак никакой не показатель. Сейчас доказано, что в 60 лет мозги очень хорошо работают. Чуть ли не лучше, чем в молодости. Поэтому тут всё от вас зависит. Вы просто боитесь перейти на новый стиль жизни. Вам легче уже исполнять мечты других и получать от этого радость, чем прислушаться к себе и исполнять свои мечты. И потом, когда вы исполняете мечты других и ухаживаете с другими, к вам идёт благодарность от других. А тут надо уметь получать благодарность от самой себя. Это целая наука. То есть вы пришли к тому, что надо заниматься собой. То есть надо пройти какую-то внутреннюю работу. Эта внутренняя работа, как мне объяснили дети мои давно, это через боль. Чтобы вы знали. Потому что вы можете подумать, что перед этим вы всегда жили неправильно. Ещё как-то. Не надо жалеть о том, как прожито. Но раз вас нагнала эта мысль, то уже, я думаю, надо с ней поработать. Есть очень много хороших книг про этот личностный рост и как полюбить себя и иностранных, и наших. Есть очень хорошие коучи и психотерапевты. Есть огромное количество всяких женских практик, которые помогают. Окунитесь в эту жизнь. Найдите человека, который бы вам был близок по духу, который вернёт вас себе. Потому что, например, дети мне говорили всегда, что у меня как-то природно, правильный баланс заботы о других и заботы о себе. И я стремлюсь не нарушать этот баланс. Потому что мы другим тоже нужны полноценные и счастливые. А значит, надо к своему-то счастью тоже прислушиваться. Много слышу о том, что если смысл жизни и радость от жизни появляются, когда делаешь что-то для других. Я много делаю для других, но другие, как правило, это не ценят. И вместо радости я получаю разочарование. Я что-то делаю не так, раз люди воспринимают мою помощь, как что-то само собой разумеющееся. Да, но делать что-то не так. Есть прекрасная книга «Брать или отдавать». И я вам очень советую ее почитать, найти и почитать. Это абсолютно такой мировой бестселлер сейчас. Потому что оказалось, что только брать, это мы и сами понимали, есть такие люди, которые вынимают энергию и все возможности от других людей. Причем они делают это как-то так легко. У меня есть родственница одна. И достаточно близкая. И вся ее жизнь, и довольно много лет уже, была такая, что она всегда болела, а все ее обслуживали. И родители ее обслуживали, которые вот умерли. И муж ее обслуживал, и сын ее обслуживал. Она все время болела. Она как-то болела и болела, но при этом она то за границу поедет, то в санаторий поедет. В общем, она как-то так болела, но не так, чтобы это было сильно с стороны заметно. Она как-то умела так себя поставить, что она всегда была объектом для заботы. Всегда. Просто вот всегда. И иногда мне завидно было на нее. И все у нее как-то вот... Типа новую квартиру муж купил, там муж только работает, но она и работает. Она должна уехать в санаторий. Как же она может быть в ремонте? Как она... А как она будет переезжать? О чем вы говорите? Ей поднимать нельзя больше полкилограмма. У нее там упущение всего. Я не знаю, я никогда не слушаю про здоровье. Мне это очень скучно. Вот. И вот такая милая родственница. И так она как-то хорошо живет. Поэтому вы что-то делаете не так. В смысле, наоборот, не брать, а отдавать. Потому что и, так сказать, жесткий случай, когда человек только берет, это все-таки абсолютный такой вампир. И жесткий случай, когда человек только отдает, это тоже плохо. Может быть, нету благодарности, может быть, людям и не надо. Ведь вот есть люди, которые как-то суетятся и пытаются там помочь, когда их об этом никто не просит. А может, надоело, а может, вас не замечают. Вообще-то, благодарность такая штука. Если вы что-то делаете, вы никогда не должны требовать благодарности. Вы же не для благодарности это делаете, да? Если для благодарности это вообще не надо делать. Потому что это не искренне. А если для благодарности, вот вы ждете и никак не получаете, то, значит, да. Ну, подумайте в следующий раз. Ее требовать нельзя, а не ждать не получается. Вот такая история. Много ли у меня благодарных учеников, спросите меня. 55 тысяч учеников, но так, чтобы написали слова отдельно мне, когда уже учеба закончена, или еще через год, или в день рождения. Ну, тысячи, наверное. Вот вам и, ну, по-моему, неплохой процент получается. Из 55 тысяч. Тысяча, значит, каждый пятый, шестой. Остальные как-то приняли услугу, продукты и ушли. Это нормально. Поэтому все внутри вас. И что-то в вашей жизни сейчас вас не устраивает. Вам тоже надо как-то переключиться на другую жизнь. Если вас не устраивает вот это отдавание себя другим, ну, не отдавайте себя другим. Живите для себя. Вы же других людей в чем-то хотите упрекнуть, а это же бессмысленно. Мы можем только с собой работать. С другими людьми мы не можем. Если мы других людей... Я для тебя сделала, а ты мне спасибо не сказал. Но это тогда не делайте. Как правильно загадывать желание? Есть ли у вас свой рецепт? И часто ли сбываются ваши желания? Мне всегда это было очень трудно. Вот падает звезда. Или там первый раз еду какую-то, ягодку какую-то попробовала. Ужасно трудно загадывать желание. А я у меня как у ребенка вот прям близко. Ну, типа, чтобы сегодня тренинг хороший прошел. Мы с мамой пассиансы раскладывали. Мама же всю жизнь, она утром просыпалась, раскладывала пассиансы. Это целое зрелище. Это целое такое... Ох, как она это аккуратненько раскладывала. Я привозила отовсюду ей пассиансные карты. Мне так проходило утро. Она вставала, пила горячий кофе с кусочком сыра. И дальше устраивалась раскладывать пассиансы. И когда я прибегала к ней, еще молодая совсем, а потом девчонки мои, потом внучки мои, она всегда говорила, загадывай желание. Вот загадывай желание, я буду раскладывать пассиансы. Или сама расскажу. Вот с этим были прямо проблемы. И вы знаете, я боялась, что оно не сбудется, если это что-то такое серьезное. Я не хочу, чтобы не от меня зависело, сбудется оно или нет. Поэтому тут вот пассиансам и звезде я что-то не могу. Не знаю. Или очень многое хочу. Я, честно, вот этого абсолютно не умею загадывать желание. Часто ли они сбываются? Сбываются сверх ожидания. У меня было желание иметь сына. Об этом есть выпуск «Волосатой жизни». Вот это было очень сильное желание. И оно сбылось. У меня было желание прожить с мужем. Ну, как минимум, чтобы у нас была золотая свадьба. Там дальше уже как повезет. В смысле возраста, здоровья. Но это желание тоже сбылось. У меня есть желание, как у публичного человека, эко-популярности. И оно сверх сбылось. Потому что была одна жизнь телевизионная, весьма успешная. Сейчас другая жизнь. И вы подписываетесь на мой канал, и вы смотрите меня, и вы пишете мне слова. Это всё сверх желаний. Потому что я о таком даже не мечтала. Нет. Нет. Поймала себя на мысли, что муж ни разу за 10 лет совместной жизни не угадал с подарком. Очень этим разочарованно. Ваш муж угадывает с подарками? Никогда. Я же как-то рассказывала. Я что-нибудь себе куплю, и он мне отдаёт за это деньги. Потому что это то, что я сама купила, и то, что мне нравится. Он тут не напрягается совсем. И так как я заранее знаю, что это будет разочарование с двух сторон, для него пытка, а для меня потом разочарование, то мы в эту игру не играем. Хотя жалко. Мне иногда хочется романтики, сюрпризов, что-нибудь каких-нибудь, как это, свечи, цветы, что-нибудь какое-нибудь, шампанское, что там у людей бывает, не знаю. Не было ни разу никогда. И жалко. Мне жалко, что вот эта вот романтика. Я же человек эмоциональный. Но мой муж не очень. И я его перестала переделывать. Мне кажется, правильно сделала. Потому что он же меня не переделывает. Должно же быть по-честному. Так что лучше не надо с подарками. Лучше говорить, в чём надо. Идите вместе выбирайте. Узнавайте, какой у него бюджет и специально тратить его. Вот у меня, вот кольцо. Вот. Это на золотую свадьбу. Бюджет был прямо серьёзный для профессорской сортплаты. Я думаю, лет пять копил. И вот я пошла и купила кольцо. Осуществление какой вашей мечты принесло вам самую большую радость? Ну, ребёнок. Каждый ребёнок. Я же мечтала стать мамой. И тут вообще нету даже другого ответа. У меня была мечта, как начала ходить. Стать мамой и желательно, чтобы было больше. Вот недостаточно их получилось. Я хотела пятерых. И были бы ещё двое прекрасных детей. Мы с Вовой прям очень хорошие родители. Очень подходящие для того, чтобы рожать прекрасных детей. Но видите как? Время было такое. С едой были проблемы. И с диггами были проблемы. Поэтому проблемы со здоровьем. Мне третьего запрещали. А уж там о четвёртом, пятом никакой речи. Да и мужа тоже. Как научить подростка мечтать? А поговорите просто. Просто поговорите. Сядьте и поговорите. Но только так, чтобы и вы помечтали о чём-то. В избыточном и неизбыточном. Мой муж, например, всегда мечтал свозить меня в Париж. Но, видимо, недостаточно мечтал. У него была такая возможность. Он меня в Париж не свозил. В результате дети нам подарили на 35 лет свадьбы билеты в Париж. А у него, я говорил, такая была мечта. Мечта была у него в Нобелевской премии. Ну, как у всех физиков. Тоже как-то не осуществилось. Ну, а почему все мечты должны осуществляться? Говорят, когда мечта осуществляется, то уже не мечты, а планы. Всегда есть какая-то дальняя мечта. Прожить до 100 лет и остаться здоровой. Абсолютно невозможная мечта. Подростка мечтать надо учить, мне кажется, да. Мне кажется, очень хороши примеры для подростков. Еще других каких-то людей, которые мечтали, у них получилось. Ну, последний мой потрясающий какой-то вот такой герой в этом смысле. Потому что он меня удивляет очень. Он просто появился вообще непонятно откуда. Даня Тимохин, тот же самый, который ТикТок, звезда ТикТока. Мальчик, детский дом, приемные родители, воровство, наркотики. Там чего только не было в его жизни. Но у него была мечта стать знаменитым. Он писал ее на листочке бумаги. Есть такая техника. Есть такие специальные люди, которые учат писать мечты. И тогда они там вот... Или визуализировать, визуализировать мечту, написать мечту. Оставить ее там, я не знаю где, в каком дупле. Но вообще-то это полезная штука. Думать о том, куда себя девать и чего ты хочешь от этой жизни. Это очень полезно, задавать себе вопросы. В том числе туда, глобальные. А иначе мы погрязнем в этом, ежедневном нашем, в этой суете. Я думаю, что очень полезно мечтать. Просто, опять же, баланс между жизнью и мечтой. И спокойно относиться, если она недосягаема. Может быть, сам путь к мечте – это уже полезная штука. Поэтому просто обсуждайте с ним мечты других людей. Книги читайте, романтические книги читайте. В том числе такие знаменитые. О разных людях. Столько сразу вспоминаю героев. Но боюсь, что это непопулярные сейчас книги среди молодежи. Поэтому лучше не буду называть. А то подумать, что это совсем устарело. В детстве у него с этим проблем не было. А сейчас говоришь, что ничего не хочет. И меня это очень беспокоит. Да, это очень беспокоит. Когда ничего не хочет. Моя мама всегда в таких случаях, когда к ней приходили с такими вопросами, ребенок ничего не хочет. Подросток всегда говорил, берите подмышку и поезжайте куда-нибудь. Вот куда-нибудь. Питер. Неожиданное путешествие. Все. Все отменяйте. Работу, друзей, мужа, других детей. Берите именно этого ребенка подмышку и куда-нибудь с ним поезжайте. Это остается всегда в памяти его. Это очень важно. Продемонстрировать его важность для вас. Просто куда-нибудь поезжайте. Из привычного мира вы выдернете куда-нибудь. Напишите. Суздаль. Одна история. Там это другая. Это третья. Куда едем? Спросите. Куда? Куда? Куда едем? Вот в этом путешествии вы очень много чего узнаете. Учили ли вы своих детей мечтать? Если да, то как? Ну, вот так, наверное, и учили. Мы много разговаривали очень с детьми. И вечером, и утром, и выходные. И очень много проводили время вместе. И все эти походы, они же очень сближают все эти разговоры у костра. Поэтому у Нелли, наша старшая, она мечтала быть ректором Нижегородского университета. И вы знаете, это вот смешно. У нас была проблема год назад в Нижнем Новгороде с ректором. Искали ректора. И на меня вышел очень важный человек и спросил, не согласится ли моя дочь стать ректором Нижегородского университета. Ей тогда было 8 лет, когда мы с ней это обсуждали. Мы сказали, да, конечно. Ну, в результате она не ректор, но профессор очень уважаемый Голландского университета. Но сейчас она занимается, в принципе, методикой образования. Я думаю, она выйдет здесь на очень большой уровень. Потому что ей кажется, что то, что сейчас делается в современных университетах, неправильно. Надо менять методику образования студентов. Она волнуется об этом уже на уровне глобальном. Очень много об этом думает, очень много об этом знает. Вот, Катя. А Катина мечты были понятны, когда она лепила что-то. Она изумительно лепила. Например, она могла такое гнездышко птички вылепить. Ну, вот такого размера. Вот такого размера. И там будет птичка и пять птенцов. И у всех будет клювики разного. Это всё из пластилина. Клювики разного цвета. Вот маленькие мелкие вещи. И всегда это были птенцы, либо это были дома. Дома с пуфиками, с какими-то окнами. Из пластилина океан. Вот сейчас у него дом на океане. И трое детей. Там всё было понятно. Мы потакали этим всем мечтам. Мы говорили, что всё у них получится. Вот так мы, наверное, и учили. Петя мечтал о хорошей машине, о самой красивой женщине мира. Вот мальчики. Обычный такой хороший мальчик. Девочки и машины. И как-то тоже, в общем-то, удалось. И Мерседес у него был одно время. И там что-то Альфа-Ромео было. То есть он покатался на хороших машинах. Сейчас к этому уже стал более равнодушен. И жена у него красавица. Очень красивая. И очень об этом заботится. Она молодец. Сыну 47. Ходит какой-то вечно по норой. Живёт, как автобус по расписанию. Дом работы, дом пива. В гараже по выходным. Такое ощущение, что списал себя на склад. Хочу ему помочь, но не знаю как. Сыну 47. Скорее всего, он одинокий. И как ему помочь. И дом пива, гараж. Как встряхнуть. Смешно сказать. Я скажу тоже сам. Поезжайте с ним куда-нибудь. Если у вас есть возможность, покажите ему другой жизнь, другой немножко мир. Если вы близки, если вы дружите. А так, конечно, это уже человек, который выбрал свой путь, свой маршрут. И с этого маршрута вряд ли его из гаража с пивом можете свернуть, где его ждут его мужики. Может быть, в этом его счастье. Может быть, и не надо. И дом, и работа, и пиво, и гараж. Всё у него есть. Я понимаю, что вам больно и обидно это слышать. Но, может быть, уже и поздно. Может быть, это его выбор. Мы не можем лепить людей по своим мечтам. Мы даём им жизнь и даём всё, что можем. А дальше это их выбор, их жизнь. И очень часто этот выбор нас разочаровывает. Но мы их любим, мне кажется, не за то, что они соответствуют или не соответствуют нашим мечтам. Правильно ведь? А как-то по-другому совсем. Поэтому есть возможность. Ну, есть филармонии всякие, есть всякие абонементы. Сходите, покажите музыка, стихи, артисты. Что-то может его потрясти после пива с гаражом. Есть об этом много и тоже, и книг, и фильмов. Когда человек просто не знал чего-то другого. Музеи и какой-то другой реальностью. Покажите. Или поезжайте куда-нибудь. Вот. Устройте ему какой-нибудь невероятный день рождения. С сюрпризами. Нужно очень сильное впечатление. Вот человека свести с колеи, к которому он привык, нужен очень сильный стресс. Я расскажу вам. У меня был случай с собственным сыном. Ему было 17. И он сутулился. И он учился, а бы как. Учился хорошо, но а бы как. Сидел в компьютерных играх. И он очень переживал, потому что появилось то, что появляется у всех подростков. Но там как-то очень в сложном таком варианте появились все вот эти вот проблемы на лице, на спине. И Петя, конечно, меня поражал тем, как он к этому относился. Стоически. Потому что он в больницах был это. Все было. И от армии получил отвод, потому что это было невозможно. Какая-то такая мощная аллергия еще. На все фактически. На все. В общем, вот такой мальчик. И мне сказали, что солнце очень помогает. И я взяла сына, мы поехали в Египет. Там было солнце. И действительно, когда я укладывала его рядом с собой на лежак, прямо на моих глазах кожа становилась чистой. Прямо поразительно. Вот это вот солнышко, оно прямо вот вылечивало эту проблемную кожу. Ну, он приходил на этот лежак в 12. Потому что вечером он опять сидел там где-то в интернете. Интернет-кафе какой-то там нашел. И его разбудить было очень трудно. Ну, такой какой-то весь кфелый. Какой-то вот неэнергичный. Ну, мы были вдвоем. И там до кучи нам дали какую-то кровать. Одну большую бигсайс на двоих. Других номеров не было. Ну, были два одеяла. Мы так рядом лежали. И вот легли спать, и я совсем не спала. Ну, не спала. Ворочалась, ворочалась. Ночь. И сын мне говорит. Мам. Да. Я тебе не нравлюсь? И я той же ночью, честно сказал, не. Я говорю, знаешь, это просто, если ты так спрашиваешь, вот, то нет. Если ты спрашиваешь, люблю ли я тебя, да безумно. Сейчас думаю вообще только о тебе, потому что я не знаю, как быть. И тогда он мне задал вопрос. А что я должен сделать, чтобы тебе понравиться? Я выглядела, наверное, уж очень несчастливой. Он отвык меня такой, видите. Едискал, петь спорт. Я хотела бы, чтобы ты занималась спортом. Я очень переживаю даже из-за этих стулов, плечей. У тебя такая всегда была фигура мужская. Такой. Парень красивый. Мне очень прямо жалко смотреть вот на это. Мы приехали, он пошел в спортивный клуб. В ту пору это были клубы ужасные. Вот такие, где там качались, там что-то делали ребята в этих маленьких залах. Он прошел через это все. И он ходил, у него были, ну и денег особо не было там тренеров. Ребята были, инструкторы, которые постарше. Он сделал себе совершенно великолепную фигуру. Он поднимал очень там большие тяжести. И сразу через спорт пришло все другое. Какой-то стал совершенно другая энергетика. Но сейчас мы не можем восстановить. Потому что он два часа занимается йогой в день. Он встает в 6 утра и занимается два часа йогой. Он может занимать любую позу. У него есть специальный гамак йоговский. Он, конечно, достиг совершенства со своим телом. Делает все, что угодно. Узлами его завязывает. Это сильный, крепкий, весь из мышц. Это просто какое-то что-то невероятное. Но началось это вот тогда. Через это потрясение. Причем мне не хотелось говорить ничего неприятного. Но когда спросил, я не стала врать. Но это, знаете, это ужасно. Очень все индивидуально. Потому что, может быть, с другим ребенком, другая мама, если скажет, нет, ты мне не нравишься, может быть, вообще с этого момента начнется все очень плохо. Поэтому это не один рецепт. Вот прямо приложить его к другой ситуации нельзя. Но то, что нужен потрясение, это точно. Если вы хотите, чтобы выносить с какой-то привычной клип человека, любимого, родного. Вот, собственно, про мечты, цели и планы. Что могла сказала. Спасибо за то, что слушаете. Давайте подписывайтесь. До Нового года стало совсем немного времени. Я с вашей помощью очень хочу получить 100 тысяч подписчиков и такую серебряную кнопку YouTube. Как-то мне это хочется. До встречи, до следующей. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok